На днях у меня кто-то спрашивал, отмоет ли моя посудомоечная машинка засохшую пищу. Давайте попробуем. Обычно я немножечко ополаскиваю, все равно, чтобы не до такой степени. Также вот тарелка. То есть вот она, видно, там гречка засохшая. Здесь вот, да, тоже у нас с вами засохшая. И еще вот такой стакан. Тут у меня латте засохшее. Тут вот тоже вот это грязное. Ну и стаканы там такие вот более-менее. Тут вот стекло, видно, грязное. Она уже пила. Я оттуда водичку. Сейчас я еще сюда положу ложечки-вилочки, и мы с вами включаем ее. Так, ну все. Ложки-вилки я загрузила. Тут стакан я поменяла. Вот он. Он просто очень тонкий, а когда они вот моются, эти ложки, они так вот двигаются, и они могут стекло чуть-чуть разбить. Чашки, вот я замечаю, разбиваются. Ну, как-то это, честно, не очень удобно. Мой любимый стакан такой стеклянный уже треснул. Вот, хотя был прям вообще идеальный. Вот, поэтому я как-то вот чуть-чуть отодвигаю так вот. Вот эту вот чуть-чуть отодвинуть, да, чтобы они у меня не потрескались. Вот, таблетку уже положил. Когда я ее закрываю, она улетает, конечно же, туда. Можно сразу бросить туда, ничего в этом страшного нету. Как бы вода наполняется, и таблетка эта водичка оказывается. Там она спускает воду, уже которая у нее находится внутри. То есть, ну, в любом случае, таблетка попадает. Многие отзывы я читала, что всем не нравится, что таблетка улетает туда. Какая разница, когда она улетит? Сразу она улетит или через минуту улетит? Какая разница, в принципе, мне кажется, без разницы. Все равно вода пребывает чистая, она в чистую воду залетает. То есть, это не грязная вода оттуда прилетает сюда, забирает эту таблетку и улетает там в раковину. Нет. Так, все мы с вами закрываем. Вот, честно, здесь много разных программ тут есть. Вот тут вот для, чтобы перемыть яблоки, груши, да, там, для бутылочек, для стекла. Честно, даже ими не пользуешься. Не знаю, мне они не нужны, честно. Я все, я даже стекло, все перемываю, вот, ну, на самой обычной, вот, программе, вот на этой. И она у меня вот стоит. Остальное, ну, это ерунда какая-то, это, в принципе, ничего не нужно. Загорелась, она старую воду спускает, то есть, та вода, о которой мы говорили, у нее там внутри находится, чуть-чуть ее остается все равно. Таблетка наша с вами, вон она лежит. Вот она. Лежит наша с вами таблетка. Она туда упала. Она набирает воду. Сейчас она будет 5 минут пускать туда горячий воздух, чтобы немножко старая грязь отошла. И потом будет все это перемывать. Верхний, кто там спрашивал, где он у меня? А вот он, вот он, видите. Верхний он не крутится, он крутился первый раз, когда была мойка. Первый раз, там, второй раз, третий раз. Потом просто перестает крутиться, от него толк, не знаю, какой от него толк. И каким образом посуда перемывается, мне непонятно, честно. Вот она. А, ну вот, смотрите, вот, пускается пар. Его будет сейчас много. Ну, если честно, немножко, конечно, эта машинка неудобна. Потому что, видите, у меня шкаф, вот он. То есть, ну, подлезть туда, залезть в бутылочку, это очень неудобно. Каждый раз ее приходится двигать. То есть, она у меня уже стоит тут, вот, да, вот тут у меня, как бы, вот срез, не желательно, чтобы вода попадала, тут у меня уже раковина, да. То есть, вот, ну, двигается, она все равно у меня вот так сползает. Я ее ставила уже на середину, она у меня вот сдвигается. Каждый раз ее туда-сюда двигать. Каждый день там моешь посуду, это очень тяжело. Не знаю, почему не сделали, допустим, вот с этой стороны, да. Как бы машинка стояла бы, раз, вот так человек налил, и все. Это вот оно, постоянное движение. Мне кажется, вот со временем просто вот панель, она и сцарапается. Просто и все. Машинку там через какое-то время вы уберете, а у вас и сцарапанная панель. То есть, ну, вторую такую же панель найти уже будет очень-очень сложно, чтобы она подходила. Потому что, ну, новинки приходят, все меняется, все уходит, да, спустя, там, 5 лет. Я не знаю, сколько она, ну, надеюсь, она проработает долго. Если честно, я бы с удовольствием сейчас ее продала и купила бы новую, честно. Вот, ну, что-то я устаю, потому что вот так вот двигать, просто вот лень. Под конец вечера устаешь, сил нету, ее надо подвинуть, надо залить ее вон туда, да. То есть, это нужно же взять, это нужно, ух, как поднять-то эту, чтобы залить несколько раз. То есть, это 3-4 раза где-то. Вот, ну, вот она уже, кстати. Ну, короче, как-то так. Если, допустим, вам срочно надо уходить, то есть, в воду вы не спустите. Было такое, что мне было нужно срочно уйти, я просто из розетки ее выключила. Ну, нажала стоп, выключила из розетки и потом ушла. Потом пришла, она дальше закончила работу. Бывает такое, что панель может не работать. Она начинает работать, почему-то у меня вот тут внизу. Вот, бывают такие моменты, то есть, вот, просто вот дотронешься легко и она работает. Хотя там с той стороны получается такая штука, как кармашек. То есть, туда бывает вода затекает, даже я замечала. То есть, ну, там вообще, как бы, ну, просто кармашек. Не знаю, каким образом она работает. Периодически так бывает. Ну, бывает срабатывает, бывает не срабатывает. Бывают такие моменты, то, что, допустим, вот она работает, да. Раньше было нормально, то есть, открываешь полностью дверку и можешь что-то положить. И она работала дальше. То есть, сейчас у нее глюк периодически бывает. То есть, ее открываешь, закладываешь в посуду, закрываешь и смотришь, она здесь выключилась. Включаешь ее заново. Она пишет то, что нет воды, заливайте. То есть, заново заливаешь воду. Ну, там, доливаешь сколько-то. Кладешь новую таблетку. Та вода, которая с таблеткой у нее уже есть, чистая, там, ну, полугрязная, она смывает. То есть, получается, вы открыли, потратили уже две таблетки. А таблетки у нас дорогие сейчас, да? То есть, ну, блин, это очень сложно. Открываю вот, открываю только вот совсем вот чуть-чуть, вот на столечко. Раз туда вот так закладываю, если что-то, ну, реально забыла, и все. То есть, ну, такой глюк у нее есть. Также она остается вся внутри мокрая после мытья. То есть, она посуду высушивает, а сама вся вот так вот в каплях мокрая. Когда я покупала, консультант прям меня уверял, что она вся внутри будет сухая. Берите эту модель, переплатите 10 тысяч, будет супер. То есть, на самом деле, нет, она мокрая. Можно было купить дешевле на 10 тысяч. Ну, в смысле, она все равно внутри вся мокрая. Остается ее нужно досушивать. Если она не досушит, там неприятный запах. То есть, ну, блин, короче, как-то так. Вот. Ну, вода у меня мягкая, поэтому соль я добавляю очень-очень редко. Хотя ею закупилась там вообще не знаю как. Вот. Таблетки, ну, тоже, в принципе, хватает пока. Вот. Ну, все. Ждем с вами, посмотрим, как посуда отмылась. Даже вот тут вот видно. Ну, отмывает она, в принципе, хорошо. Раньше было лучше, после ремонта стало немножечко похуже. Отмывать, но, в принципе, более-менее. Ну, или, может быть, как поставишь посуду. Насколько грязная посуда. Ну, сейчас с вами посмотрим. Так, ну, вот, смотрите, верхний. Кто-то мне писал, что он не крутится. Он практически не крутится. Как-то так он. В основном стоит на месте. Нижний крутится очень хорошо. Вот он пролетает, видно. Раз-раз-раз пролетел. То есть он хорошо. Таблетка вся уже. Нет, кстати, не вся еще. Еще она где-то вот тут лежит. Вон она видна. Ее она еще не вся растворилась. Если, кстати, очень мало посуды, то пены очень много я замечала. Если один раз я забыла положить таблетку, была грязная посуда, то посуда у меня грязная осталась. Особенно налет, вот на стаканах, после чая, кофе, вот он остался. Без таблетки моют очень-очень плохо. Хоть и промыла там целых два часа с лишним, с половиной, да, но все равно осталась грязная. Таблетка все-таки решает все проблемы. Вот, ну, посмотрим. Вот эта тарелка, кстати, засохшей пищей. Смотрите, она уже чистая. Хотя там прошло меньше пяти минут, наверное. Здесь тоже уже все пролетело. Не знаю, как там, каким образом, что попадает на ту тарелку. Она у меня глубокая. То есть, ну, верхней от него толку практически нету. Ну, у всех не крутится. Ну, принципе, у всех посуда моет, да. Ну, короче, вот как-то так. Посмотрим. Посмотрим, как там сейчас будет. Так, ну что, смотрите, все помылось. Смотрите, идеально. Прям стаканчик вот этот. Тарелка вот эта, там была засохшая еда, помните, да? Вон там он тоже. Вот здесь вот была тарелка, она тоже вся чистая. Все идеально чисто. Смотрите. Засохшая еда отмывается. Все чисто. Ложки-вилки. Смотрим. Тоже все чисто. Все чисто, чисто, чисто. Все чистенько. Всем привет. С вами канал Артмания. И с Яндекс.Маркета пришла нам закупочка. Вот такие вот таблетки были со скидкой. 208 рублей всего лишь за пачку. Здесь их целых 60 штук маленьких. Хватает на 2 месяца. Но я один раз мою посудомоечные машинки. И вот они пришли. Новые мини-таблетки. 10 грамм. Очень хорошенькие. Да. И вот так вот она стирает. Ой, стирает. Господи. Моет все в пенке. В пенке. Но это когда стаканы. А когда много посуды, то поменьше пены. И тадам. Смотрите. Эти таблеточки. Как отмыли стаканы. Как они блестят. А вон там как блестит. Обалдеть. Красота какая. Красота. Маменька, крайне ест. Смотрите. Посудомоечная машинка помыла. Как идеально. Смотрите. Прям вот эти вот блестят. Как будто это прям из бриллиантов сделано. Вообще прям идеально. Все сухое. Все, смотрите, как вот тут как блестит. Там тоже. Ну там не особо, да? А вот эти вот прям. Даже трогать их не хочется. Круска. Шикарная такая. Такой кушать жалко. Ее вот куда-нибудь там на стол так поставить. И любоваться. Какие танцы. Круска. Круска какая. Круска. 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 Круски лизат. Слышите? А вот так она гудит. Трансформаторная будка. Кстати, об этом очень много было сказано. Но если ее поддержать, то она не будет гудеть, если что-то подставить. А потом все равно начинает снова гудеть во время работы. Ну так не всегда бывает, но периодами бывает. Ну особенно в последнее время почему-то. Раньше такого не было. Не знаю, что там такое у нее может так сильно гудеть. Непонятно. Так, все загрузили. Смотрите с вами. Куда таблетку кладем? Тут есть выемка. Она ничем не закрывается. Вот я ее сюда кладу. Можно сюда кладем, можно туда. Она все равно улетает туда. Иногда туда бросаю, иногда сюда, иногда просто сюда кладу. По-разному. По настроению. Вот, пожалуйста. Она там внутри уже. То есть, ну не знаю, у нее вот так. Не знаю, как должно быть. Там сейчас она будет сливать воду, которая вода есть. Она у нее там стоит внутри. То есть она сливается. Заливается следующая водичка горячая. Таблетка растворяется. И она начинает мыть. То есть она, эта таблетка, это никуда не слетает. Никуда там не улетает, не убегает. Она остается здесь. Напишите, как в ваших больших посудомоечных машинках. Так, смотрим. Я уже положила таблеточку. Вот так у меня все поместилось. Сверху поместились неплохо даже ложка большая с этим. Здесь я где-то хотела показать вам грязную ложку. А вот она. Вот она. Видно, она грязная. Посмотрим потом, какая она будет. И отправляем все это мыться. Так, тут у нас 2,40. Плохо видно, но 2,40. Все. Здесь вот у меня находится труба вот эта. Она привязана, там проходит. И здесь она стекает. Вот она раз и потекла. Ее я подвязывала вот на такую штучку. Потому что та липучка, она не действует вообще. Так, ну вот смотрите, ложечки все идеально чистые. Ну, тарелочка, кстати, вполне себе тоже. Вот тут. А, вот эта вот была, да? Помните, она прям грязная была. Здесь вот сейчас стакан посмотрим. Ну, пожалуйста, стакан. Вот стакан. Вот с этой стороны стакан. Вот тот вообще был помутневший. Весь грязный. Смотрите, они блестят. Все идеальное, все блестит. Все прям чистенько. Вот эта была грязная, вот помните. Все чисто. Так, у нас с вами вторая партия. Здесь у нас баночки. Фужер немножко грязный. Тут вот банка, банка. Вот эта банка прям вот очень грязная. Вот тут я вчера в этом мороженку ела. Она тоже грязная. Там вот соус был грязный. Жестяную положила. Она немножко там ржавая. Не знаю, отмоет, не отмоет. Посмотрим. Любопытно, честно. Вот, ну, такой вот небольшой наборчик. Сейчас положу таблеточку и закроем. Будем мыть. Включи. Так, ну вот, смотрите. Все у нас тут идеально чистенько. Смотрите. Все блестит. Чуть-чуть водичка осталась. Банки, смотрите. Все абсолютно чистые. Да, баночка. Помните, она была грязная? Какая красавица. Вся прям блестит, блестит вся. Ой. Ой. Мой любимый стакан. После мороженка который. Все чисто. Все идеально чисто. Даже... Даже крышечка чистая. Одна крышка, кстати, улетела сюда, но я не стала доставать. Подумала, потом достану. Такая вот чистота. У нас наша каемочка, наша посудомоечная машинка сломалась. Сейчас покажем. Так. Допустим, вот эту программу мы на ней всегда делали. А, подождите. Ну да, все правильно. Вот она как будто набирает, сграется свет, все супер. Вода у меня есть. Так, там слышно вот. И все. И потом вот какие-то странные звуки. Оттуда, вот где-то вот оттуда. То есть вот мы вчера набрали, потом она какое-то время вот мучит-мучит, потом пищит. И вот этот вот индикатор мигает. Вот, сходили сегодня в ДНС, составили заявку. Мне уже позвонили с сервисного центра. Завтра в обед приедут ее и заберут, будут ее ремонтировать. Не знаю даже, что это такое. Обычно какие-то ошибки показывают, а тут мигает этот индикатор. И даже не представляю, что это вообще может быть. Узнаем потом, а потом вам скажу в каком-нибудь влоге.